приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья сегодня в этом видео мы поговорим о том какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из вашего дома потому что выбрасывая эти вещи и эти предметы вы не просто теряете деньги удачу благополучия но вы теряете свою энергию а теряя разрушая свою энергию вы тем самым разрешаете любому негативу прийти в ваш дом поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и начните делать определенные действия которые помогут вам с жить в изобилии в достатке и благополучии друзья прямо еще ставьте лайк поддержите нас а мы с вами начинаем очень важно понимать и осознавать почему определенные предметы следует сохранять а не избавляться от нить чтобы обеспечить себе стабильный денежный поток и финансовое благополучие и так первое что мы рассмотрим друзья это кошельки барсетки и копилки дело в том что кошельки барсетки это не просто аксессуары для хранения денег как многие думают а это символы финансового потока и удачи что вы когда избавляетесь от таких хранилищ денег вы к сожалению можете навлечь на себя финансовые затруднения если кошелек или барсетка еще пригодны к использованию но вы решаете от них избавиться лучше передать их кому-то кто в них нуждается попросив за это монетку или купюру а при этом сказать слово оплачено если вещь уже потеряла свою функциональность и перед тем как избавиться от нее вытащите из нее все возможные монеты деньги бумажечки квитанции после этого обязательно поблагодарите свой кошелек или барсетку за службу и сожгите либо закопайте подальше от дома такая вот практика поможет не только предотвратить финансовые трудности но и привлечь удачу вашу жизнь копилки также имеет свою магическую силу если копилка исполняла исполнила свое предназначение и вы решаете от нее избавиться важно вытащить из нее все деньги оставьте ее в том месте где ее могут найти нуждающиеся или лучше всего ее разбить но перед этим поблагодарите за работу далее свадебные наряды и аксессуары знаете они обладают особой энергией связаны с бракосочетанием и созданием новой семьи эти предметы наделены магической силой защищая семью от негативных воздействий и укрепляя семейные узы поэтому избавляясь от свадебных нарядов костюмов важно делать это с уважением и с соблюдением традиций вместо того чтобы выбрасывать свадебное платье или костюм попробуйте передать их родственникам которые собираются вступить в брак но только тем кого вы любите кого вы цените кого вы знаете что эти люди да по отношению к вам доброжелательны они никогда в жизни не причинят вреда это позволит сохранить силу этих предметов и передать их позитивное влияние следующему поколению далее детские вещи вы знаете детские вещи они обладают особой энергетикой их выбрасывание может негативно повлиять на будущее ребенка дело в том что в старину считалось что выбрасывание детской одежды игрушек может навлечь на ребенка несчастье и неудачи такие вещи можно переделывать передавать другим детям или как вариант иск использовать в качестве оберегов но прежде чем отдать детские вещи обязательно очистите их от энергетики предыдущего владельца для этого можно постирать вещи а затем замочить их соленой воде или воде настоянной на серебре так вы сможете избежать негативного влияния на ребенка и обеспечить ему счастливое будущее далее зеркала знаете зеркала обладают особой магической силой и неправильное обращение с ними может привести к неприятным последствиям если зеркало разбилась осколки нужно аккуратно собрать и поместить в коробку стараясь не смотреться в них затем их следует отнести на мусорку подальше от дома чтобы избежать негативного влияния если зеркало целое но вам она больше не нужно тогда обязательно помойте его под проточной водой оберните плотной темной тканью и утилизируйте его важно чтобы вы выбрасывали зеркала но так чтобы никто другой не мог больше не воспользоваться потому что зеркало она впитывает в любую энергетику которую вы транслировали транслировали ваша семья это были хорошие моменты какие-то плохие моменты боли где-то слезы и передавая кому-либо зеркало в зеркало начинает транслировать это уже в другой семье и вот что она будет транслировать вашу жизнь вашу судьбу ваши жизненные потоки или наоборот боль поэтому будьте внимательны и осторожны с зеркалом далее друзья церковная атрибутика иконы крестики молитвенники и другие предметы церковного назначения это мощные обереги и символы духовной защиты их выбрасывание может наружить связь с высшими силами и привести к духовным и материальным трудностям поэтому если бывает так что вам это не нужно по разным причинам то такие вещи лучше передать в храм или в церковь где они могут продолжить служить верующим но когда вы будете передавать обязательно объясните что это ваши вещи или вещи ваших близких родных или знакомой и вы бы хотели бы пожертвовать в церковь вы знаете они с удовольствием это примут далее хлеб и соль вы знаете хлеб и соль занимает особое место в народных приметах хлеб символизируют достаток и благополучие а соль защиту от злых сил когда вы выбрасываете хлеб или рассыпанную соль то тем самым вы можете навлечь на себя финансовые и духовные проблемы лучше скормить остатки хлеба животным или отдать их в компост а вот соль лучше всего высыпать на землю не лучше высыпать там где никто не ходит далее постельное белье обращаем ваше внимание что постельное белье также связано с семейным благополучием и гармонией и выбрасывание старого белья может привести к изменам и неприятностям семье если вы решаете избавиться от постельного белья лучше сжечь его или порвать на мелкие кусочки чтобы избежать негативного влияния далее волосы помните о том что волосы содержат в себе значительную часть личной энергетики выбрасывание волос может повлиять на вашу судьбу поэтому лучше их сохранять или утилизировать с особой осторожностью например есть люди которые используют волосы для создания амулетов и оберегов чтобы сохранить свою силу и защиту но если вы не планируете использовать волосы для создания амулетов тогда их можно утилизировать но с особой осторожностью закопайте волосы в землю подальше от вашего дома это позволит не только безопасно утилизировать волосы но и предотвратить их негативное воздействие на ваше пространство. А вот если вы предпочитаете сжечь волосы, убедитесь, что вы делаете это в безопасном месте и с уважением к ритуалу. Сжение волос может служить способом освобождения от старой энергии и трансформации ее в позитивную. Фото и личные вещи также содержат в себе энергетическую память о человеке. Выбрасывание таких предметов может негативно повлиять на ваши отношения с этими людьми или даже вызвать их недовольство. Если вам фотографии или вещи больше не нужны, лучше их аккуратно упаковать и сохранить в специальном месте, например, в коробке с другими важными воспоминаниями. А вот подарки и вещи, полученные в дар, они могут содержать позитивную энергетику, связанную с человеком, который их подарил. Поэтому выбрасывание таких вещей может и вызвать утрату благоприятной энергетики и взаимоотношений с этим человеком. Если вы не хотите использовать подарок, постарайтесь тогда его передать другим людям или, как вариант, сохранить на память. А вот вещи, использованные в ритуалах или в магических практиках, например, свечи, амулеты, ритуальные предметы, могут сохранять в себе магическую энергию. Их выбрасывание без должного ритуала может привести к негативным последствиям. Для утилизации таких предметов лучше провести очищающий ритуал с помощью свечи, соли и только после этого избавляться. Далее, старая обувь и одежда. Помните о том, что такие вещи сохраняют в себе вашу энергетику, ваши переживания и выбрасывание их может привести к негативным последствиям в личной жизни и финансовом благополучии. Вместо этого лучше передать вещи в благотворительную, например, организацию или переработать их соответствующим образом. Также старайтесь никогда свою обувь вообще никому не давать. Обувь – это ваша жизнь, это ваша дорога, это ваша судьба, по которой вы идете. Когда вы кому-то даете обувь, даже если вы ее и продаете за пару копеек, знайте, вы продаете свою судьбу. Очень часто бывает так, что девушка, женщина решила подарить свою обувь своей любимой подруге, сестре и ни с того ни с сего ее жизнь начинает кардинально меняться, при этом не в лучшую сторону. Поэтому научитесь покупать только ту обувь, ту одежду, которая вам нравится и старайтесь меньше кому-либо раздаривать свои вещи, особенно те вещи, те предметы, которые соприкасаются с вашим телом. Далее – книги и записи. Особенно если они связаны с какими-то важными знаниями, идеями или, возможно, вашим духовным развитием. Все это содержит энергетическую информацию. Когда вы выбрасываете такие предметы, вы можете, это может привести к потере ценного опыта или знаний. Поэтому, если вы видите, что какие-то книги вам не нужны по разным причинам, передайте друзьям, библиотекам или сохраните, конечно же, лучше всего в домашней своей библиотеке. Вы знаете, сейчас очень книги очень ценятся, не в плане того, что это можно на них заработать деньги, а в плане того, что мы с вами перешли уже все на электронную версию. Но дело в том, что взять книжку, почитать ее, прочувствовать каждый листочек – это дорогого стоит. Далее, друзья, тканевые обереги и амулеты, которые были изготовлены или получены в качестве защиты для привлечения изобилия, достатка, благополучия, никогда не выбрасывайте. Такие предметы могут быть важны для вашей энергетической защиты и благополучия. Если они изношены, если они потертые, тогда их нужно очистить и после этого, как вы их почистили, поблагодарить их нужно за службу и сжечь или закопать в землю подальше от того места, где ходят люди. И вообще, когда у вас есть какие-то обереги, амулеты, талисманы, никогда никому о них не рассказывайте. Очень часто можно встретить, что в кошельке у человека есть талисман на привлечение денег, сумочки у девушки бывает очень часто. Никогда никому не показывайте. Если вас на данном этапе, вы заинтересовались, вы сделали или купили, заказали у кого-то амулет, оберег, не надо о нем рассказывать все и всем. Потому что как только вы делитесь с кем-то информацией, вы думаете, что вы делаете это с добрых, хороших побуждениях, но дело в том, что это наоборот приводит в противоположные события. Вам это точно не нужно. Далее, друзья, часы и будильники, которые были вам дороги или использовать в важные моменты жизни. Они также содержат вашу энергетику. И когда вы выбрасываете такие предметы, вы тем самым можете вызвать утрату времени или это будет препятствовать вашим достижениям. Вместо этого попробуйте переделать или отремонтировать их, чтобы они продолжали служить. Если часы не могут вам служить, потому что они уже поломались, в таком случае, перед тем, как их выбросить, обязательно их разберите чуть ли не до винтика. И после этого поблагодарите за службу и можете выбрасывать. Далее, друзья, кухонные принадлежности и посуда. Даже если вы купили такую посуду или вам подарили, и в какой-то момент вы чувствуете, что она вам не нужна. И бывает так, что люди начинают кому-то передаривать такую вот посуду, какие-то кухонные принадлежности. Ни в коем случае так просто их не отдавайте. Лучше всего разбейте их и выбросите мусорку с мусорка, чтобы никто другой не мог воспользоваться вашей удачей и благополучием. Вы знаете, бывает очень часто так, что людям жалко это разбивать, жалко выбрасывать. Но в то же время человек на интуитивном уровне чувствует, что это ему не нужно, и он не будет пользоваться. И вы знаете, пока вы держите в своем сознании, что вам жалко, что вам тяжело от этого избавляться, то вы не можете открыть и новую дорогу для себя или для своей семьи. Поэтому научитесь с легкостью избавляться от тех или иных вещей. Далее, друзья, остатки пищи и напитков. Особенно если они были оставлены на праздники или особые события. Они также содержат в себе энергию, связанную с этими событиями. И если вы их берете, просто на все выбрасываете, это может повлиять на ваш успех в будущем. Поэтому, если у вас что-то осталось со столом, ни в коем случае не выбрасывайте мусорку. А, у нас есть бездомные животные, у нас есть птицы. Если у вас дома есть свое хозяйство, покормите их. Или, возможно, у кого-то из друзей, знакомых, из частных домов. И вы можете отдать. Лучше отдайте и поблагодарите вселенную за те блага, которые есть в вашей жизни. Далее, друзья, старые письма и открытки. Да, сейчас многие уже этим не пользуются. Но все равно у нас это остается. И очень важно, чтобы вы это хранили. Почему? Потому что такие вещи хранят в себе эмоциональную и энергетическую информацию. Эти предметы являются материальными свидетельствами эмоций и отношений. Да, они были важны в прошлом, но они поднимают ваши вибрации, когда вы их заново, например, читаете, смотрите, вспоминаете какие-то хорошие моменты. Помните о том, что любые вещи, которые у вас вызывают только хорошие, добрые воспоминания, всегда обязательно оставляйте. Но если вы чувствуете на каком-то уровне, что вам это не нравится, вас это раздражает, вы постоянно переставляете с места на место в своем доме и квартире, и вы прямо чувствуете, что вот это вот что-то не так, подумайте о том, нужно ли вам это. Далее, друзья, тканевые изделия с особым значением. Сюда можно отнести и детские одеяла, вещи, связанные с важными событиями или ритуалами, которые могут содержать значимую для вас энергетику. И вы знаете, одеяло и другие тканевые изделия, связанные с детством, могут иметь особую эмоциональную ценность. Они сохраняют тепло и уют, связанные воспоминаниями, например, о детстве. И когда вы храните такие предметы, это позволяет сохранить эту связь и поддерживать эмоциональное благополучие. Далее, друзья, одежда с личной историей. У нас у каждого из нас есть какие-то вещи, которые мы, беря в руки, мы вспоминаем что-то очень хорошее. Например, свою первую любовь. Это, может быть, первая ваша работа, рождение ребенка, внука, внучки. Никогда это не выбрасывайте. Потому что, еще раз, те эмоции, которые положительные, оно поднимает ваши вибрации. И, соответственно, это влияет очень сильно на ваше энергетическое состояние. А вы должны понимать это то, что как только вы можете это поднять, значит, у вас и ваше тело также поднимается в вибрациях. Поэтому все, что связано с созиданием, связано с творением, с любовью, с добром, с радостью, никогда не выбрасывайте. Да, есть какие-то вещи, есть какие-то предметы, которые, бывает, а что нужно их выбросить. Но нужно, как вы видите, делать это правильно. И тогда в вашем доме всегда будут и гармония, и финансовое благополучие, и достаток. Помните о том, что многое зависит от нас. Конечно же, нас когда-то не учили, ввиду определенных обстоятельств, но сегодня эти знания открыты. Если вы смотрите это видео, знаете, это вы видео смотрите неспроста. Обязательно изучайте, обязательно рассказывайте, обязательно это начинайте делать. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех благ, услышимся в следующем видео. Продолжение следует... От начала до конца, друзья, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Прямо сейчас ставьте лайк, поддержите нас, а мы с вами начинаем. Вы знаете, черный перец это не просто знакомая всем специя, которая добавляет вкус и остроту блюда, но и мощный инструмент в мире магии и оккультных практик. Его история насчитывает тысячи лет, а за это время он успел завоевать себе почетное место не только на кухонных полках, но и в арсенале средств защиты от зла и негатива. В разных культурах мира черный перец использовался как сильнейший амулет, способный отразить злые силы, нейтрализовать враждебные намерения и защитить дом от недоброжелателей. Эта маленькая специя издавна почиталась за свои магические свойства, которые придавали ей особое значение в ритуалах и обрядах. Люди знают и верили, что перец может не только отпугнуть злом, но и принести удачу и благополучие. Одним из самых известных ритуалов с черным перцем является обычай оставлять щепотку этой специи за порогом своего дома. Этот ритуал, который уходит корнями в далекое прошлое, до сих пор сохраняет свою актуальность и силу. Считается, что если вы правильно рассыпите черный перец у входа, вы тем самым создадите невидимый барьер, который не позволит врагам приблизиться к вам с плохими намерениями. Более того, этот барьер способен заставить тех, кто уже пытался навредить вам, осознать свои ошибки и прийти с извинениями. Эта практика основана на глубокой вере в то, что каждая специя обладает не только физическими, но и энергетическими свойствами. В случае черного перца его острота и сила символизируют мощь и решимость в отражении зла. Когда вы выполняете этот ритуал, вы не просто бросаете приправу на землю, вы активируете ее магические свойства, которые начинают работать на вашу защиту. Давайте разберемся более подробно в тех ритуалах, почему эти ритуалы действительно каждому нужны использовать, и почему именно черный перец и как его энергия взаимодействуют с окружающим миром. Друзья, ответы на эти вопросы далее все в этом видео. Черный перец это одна из самых древних специй, которая использовалась не только как приправа, но и как важный элемент в ритуалах и в магических практиках. Дело в том, что черный перец способен отгонять злых духов и приносить удачу в дом. Также черный перец можно использовать для очищения пространства и защиты от негатива. В магии черный перец ассоциируется с элементом огня и обладает способностью разрывать энергетические связи, которые вредят человеку. Это делает его мощным средством для защиты от врагов, завистников и негативных влияний. Когда вы бросаете черный перец в определенных местах, такие как порог дома, вы создаете тем самым барьер, который недоброжелатели уже не могут просто на все пересечь. Ритуал с использованием черного перца, друзья, прост в исполнении, но требует от вас сосредоточенности и намерения. Важно выполнять его с верой в то, что он действительно принесет вам желаемый результат. Кроме того, эта практика не привязана к фазе луны или к дням недели. Итак, для проведения этой практики вам понадобится щепоточка черного перца. Лучше, конечно, использовать свежий молотый перец, так как его энергетика намного сильнее. Итак, перед проведением практики очистите ум и пространство вокруг себя. Можно, как вариант, зажечь свечу или аромалампу с эфирным маслом для создания подходящей атмосферы. Далее, встаньте у входной двери своего дома или квартиры. Важно, чтобы вы находились внутри, лицом к двери. Далее, возьмите щепотку черного перца в правую руку и скажите вслух такие слова. «Перес черный, острый и мощный. Защити мой дом от злых намерений. Пусть враги оставят свои злодеяния и придут с покаянием». Затем аккуратно бросьте перец за порог дома, представляя, как он создает невидимый барьер, через который не может пройти никакое зло. Далее, закройте двери и мысленно представьте, как все негативные энергии остаются за порогом. Почувствуйте, как ваш дом наполняется светом и защитой. Ритуал этот вы можете повторять по мере необходимости, особенно если вы чувствуете, что вокруг вас усиливаются негативные влияния. Важно, чтобы этот процесс стал для вас символом уверенности в своей защите. Суть практики с черным перцем заключается в создании энергетического барьера, который мешает негативной энергии проникнуть в ваш дом. В магических традициях считается, что именно черный перец имеет свойство разрушать негативные намерения и блокировать их реализацию. Когда вы бросаете перец за порог, вы, по сути, запечатываете вход от вредоносных влияний. Кроме того, этот ритуал работает и на психологическом уровне. Когда вы выполняете его с верой, вы укрепляете свою внутреннюю уверенность и становитесь менее восприимчивыми к негативу со стороны других людей. Это создает энергетическое поле вокруг вас, которое сложно пробить врагам. Интересный аспект этой практики – это то, что враги не только перестанут вам вредить, но и могут прийти с извинениями. Почему это происходит? Это происходит потому, что черный перец действует на уровне энергии и сознания. Он возвращает негативные намерения отправителю, и враги начинают осознавать свои ошибки. В результате они могут почувствовать вину и желание исправить свою неправоту. Кроме того, есть такое понятие еще как и отражение, когда негативная энергия возвращается к тому, кто ее отправил. Черный перец благодаря своим свойствам помогает ускорить этот процесс. Враги могут начать осознавать, что их попытки навредить не удались и привели только к ухудшению уже и собственного состояния. Кроме того, это может подтолкнуть их к осознанию и поиску примирения. Ритуалы с черным перцем широко используются в различных магических практиках, поскольку это специи обладают сильными защитными и очистительными свойствами. Далее поделимся с вами еще некоторыми практиками с черным перцем, которые вы можете использовать для разных целей. Первое, друзья, это защита дома и вашего пространства. Черный перец давних времен используется в магических практиках для создания защитных барьеров, которые будут препятствовать проникновению негативной энергии в дом и обеспечивают безопасность его обитателей. Эта практика позволит создать мощное энергетическое поле вокруг вашего дома или квартиры, которое будет отражать все недобрые намерения и защищать вас от врагов и злых сил. Прежде чем приступить к этой практике, вам нужно настроиться на процесс и создать подходящую атмосферу. Начните с очистки пространства, как физической, так и энергетической. Пройдитесь по дому, убирая лишние предметы и освобождая пространство от беспорядка. Если возможно, проведите энергетическую чистку с помощью свечей, благовоний или звучания колокольчиков. Это поможет вам настроиться на практику и создать чистое поле для работы. Выберите спокойное время, чтобы вам никто не мешал и не отвлекал. Убедитесь сами, что вы находитесь в прекраснейшем настроении и не испытывайте негативных эмоций, так как ваше внутреннее состояние будет отражаться на эффективности ритуала. Для проведения этой практики вам понадобится горсть черного перца, свежемолотый перец будет обладать более сильной энергетикой. И желательно вы можете использовать также благовония с ароматом сандалу, лаванды или шалфея, которые будут усиливать защиту и очищение. И начните эту практику с входной двери. Зажгите свечу и благовония. Если они у вас есть, нет, тогда только зажгите свечу. Далее, встаньте перед дверью, держа в руках горсть черного перца и сосредоточьтесь на своем намерении защитить дом от всего, что может принести вам вред. Далее, закройте глаза и представьте, как вокруг вашего дома или квартиры формируется защитный световой купол, отражающий любые негативные энергии. Теперь начните обходить дом по его периметру, как снаружи, так и внутри. Если вы находитесь в квартире, то вам нужно пройтись вдоль всех внешних стен. Во время этого обхода медленно посыпайте черный перец вдоль границ, представляя, как он создает невидимую защитную стену. И далее произносите следующие слова. Силой черного перца я воздвигаю непреодолимый барьер, через который не пройдет зло. Мой дом под надежной защитой и никакая тьма не проникнет внутрь. Важно произносить эти слова с уверенностью и верой в их силу. Если у вас есть какие-то конкретные точки, которые требуют особой защиты, например, окна, через которые часто может проникать негатив или слабые энергетические места, уделите им больше внимания, посыпая там больше перца и сосредотачивая свое намерение на усилении защиты в этих местах. После того, как вы завершили обход по периметру, вернитесь к входной двери. И этот этап крайне важен, так как входная дверь – это основное место проникновения как физических, так и энергетических воздействий. Встаньте перед дверью и еще раз посыпьте немножечко черного перца на порог, произнося такие слова. «Здесь начинается мой дом и сюда не проникнет зло, пусть только добрые намерения пересекают этот порог». Далее закройте дверь, представляя, как она становится энергетическим барьером, который не пропустит ничего плохого внутрь вашего дома. После завершения практики обязательно поблагодарите силы, которые помогли вам в этом процессе, и потушите свечи. Далее мысленно еще раз представьте, как весь ваш дом или квартира окутаны светом и защитой, и что вы теперь находитесь в безопасном и защищенном пространстве. Следующая практика подойдет для тех случаев, когда вы чувствуете, что на вас нависло какое-то негативное влияние, будь то сглаз, порча или просто плохое настроение. Для этого наполните ванну теплой водой и добавьте туда немного черного перца. Далее сядьте в воду и представьте, как перец начинает очищать ваше тело и дух от всего негативного. Закройте глаза и скажите «Черный перец, забери все зло, оставь только свет и добро». Оставайтесь в ванной около 15-20 минут, после чего выйдете и представив, как вся негативная энергия смывается с вас. А вот следующая практика предназначена для того, чтобы удалить из вашей жизни людей, которые вам вредят или доставляют вам какие-либо неприятности. Для этого возьмите лист бумаги и напишите на нем имя человека, который вам вредит. Далее посыпьте имя черным перцем, представляя, как этот человек удаляется из вашей жизни. После этого сожгите лист произносят такие слова «Черный перец, острый и сильный, удали врагов из моей жизни, пусть уйдут они без следа и вреда». И вот этот пепел обязательно развейте на ветру, чтобы окончательно избавиться от негативного влияния. Также обращаем ваше внимание, что черный перец может помочь вам привлечь удачу и успех в бизнесе или карьере. В пятницу, именно в пятницу. Почему в пятницу? Потому что это день, который связан с Венерой, планетой благосостояния и успеха. Возьмите черный перец и положите его в маленький мешочек из зеленой ткани. Добавьте туда монету и немножечко лаврового листа, чтобы усилить эффект. И также добавьте черный перец. И после этого скажите следующие слова «Черный перец, принеси мне успех и процветание, пусть дела мои идут в гору, а удача не покидает меня». Носите этот мешочек с собой или храните его в своем рабочем месте. Но старайтесь как можно меньше рассказывать о том, что у вас происходит в жизни. Далее, друзья, следующая практика направлена на то, чтобы нейтрализовать вредные воздействия от слов и мыслей тех, кто пытается вам навредить. Черный перец, обладая мощными защитными свойствами, может использоваться как магический инструмент для блокирования и отражения негативной энергии, которая проявляется через сплетни и клевету. Перед началом этой практики важно подготовиться и создать соответствующую атмосферу. Поэтому найдите тихое и спокойное место, где вас никто не будет отвлекать. Для усиления магического эффекта можно использовать дополнительные элементы, такие как свечи, благовония или кристаллы, связанные с защитой, например, черный турмалин или обсидиан. Для проведения этой практики вам понадобится фотография или предмет, связанный с человеком, который распространяет сплетни, черный перец, можете свежемолотый или горошком, далее свеча, можете использовать свечу белого цвета для усиления защитного эффекта, далее небольшой кусочек бумаги и ручка, если нет фотографии, и лопатка или палочка для того, чтобы закопать предмет. Итак, найдите фотографию человека, который распускает о вас сплетни. Если у вас нет его фотографии, можно использовать предмет, который связан с ним, или просто написать его имя на листе бумаги. Главное, чтобы у вас был физический объект, на который можно было бы направить свою магическую работу. Если вы используете лист бумаги, напишите на нем имя человека, если возможно, его дату рождения. Это поможет лучше сконцентрировать энергию ритуала на конкретном человеке. Далее возьмите горсть черного перца и аккуратно посыпьте его фотографию или предмет, представляя, как этот перец создает вокруг вас защитное поле. Визуализируйте, как каждое зернышко перца превращается в энергетический щит, который блокирует и отражает все негативные слова и мысли, направленные против вас. Далее скажите следующие слова. Черный перец, останови язык злословия. Пусть слова, сказанные мне во вред, обернутся против того, кто их произнес. Скажите эти слова, чувствуя, как их сила наполняет вас и защищает от любого зла. После того, как вы посыпали фотографию или предмет черным перцем, аккуратно заверните его в кусочек ткани или бумаги. Важно, чтобы он был полностью покрыт и не рассыпался. Затем положите этот свертых под порог вашего дома на целую ночь. Порог здесь играет роль символического барьера, который не позволяет негативной энергии проникнуть в ваше пространство. Пока предмет находится под порогом, представляете, как негативная энергия возвращается к своему источнику, а вы остаетесь под надежной защитой. Представляете, как сплетни и клевета теряют свою силу и не могут вам больше навредить. На утро достаньте сверток из-под порога и отнесите его подальше от своего дома. Найдите уединенное место, где вы сможете спокойно закопать этот сверток. Используя лопатку или палочку, закопайте в землю, сказав такие слова. Слова злые похоронены, зло закрыто, больше не причинит мне вреда. Закопав сверток, вы почувствуете облегчение и уверенность в том, что сплетни и клевета больше не могут вам навредить. Представьте, как земля поглощает все негативные влияния, оставляя вас в покое и в безопасности. Вот такими, друзья, важными практиками мы сегодня с вами хотели поделиться. Как видите, все очень просто. Главное, чтобы у вас было время и намерение это сделать. Друзья, ставьте лайк прямо сейчас, поддержите нас, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ну, а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео. Подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, сегодня уделим внимание волосам и поговорим о том, когда не стоит мыть волосы, в какие дни нельзя делать это, в какие праздники нельзя это делать, а также на что еще стоит обратить внимание. И если вы не соблюдаете это в своей жизни, то потом не задавайте себе вопрос, почему у вас в жизни нет денег, постоянные проблемы, неурядицы и так далее, и так далее. Поэтому обязательно просмотрите это видео, будет очень много важной информации. Ну, а прямо сейчас ставьте лайк, поддержите нас, друзья, а мы с вами начинаем. Итак, друзья, есть дни в неделе, которые считаются неблагоприятными, и в эти дни недели не стоит мыть волосы. Итак, первый день недели, друзья, это у нас с вами понедельник. Понедельник всегда был и остается особым днем недели. Именно этот день недели символизирует начало нового цикла. Это день, когда после выходных мы с вами возвращаемся к работе, повседневным обязанностям и задачам. Именно понедельник олицетворяет обновление, старт чего-то нового и возможность начать с чистого листа. Но именно потому, что этот день является началом, то не стоит мыть свои волосы в понедельник. Почему? Потому что таким образом вы смываете удачу и можете потерять свою жизненную энергию на всю предстоящую неделю. Вы должны понимать и то, что мытье головы – это не только процесс очищения волос и кожи, но и своего рода энергетическая практика. Вода, с одной стороны, обладает способностью очищать, смывать грязь и негатив, но с другой она может и унести с собой вашу положительную энергию, необходимую для успешного начала недели. Понедельник – это день, когда формируются основы вашего успеха и удачи на всю неделю. Как вы знаете, волосы обладают магической силой, которая аккумулирует вашу жизненную энергию. Когда вы моете волосы в понедельник, то вода смывает не только загрязнение, но и ту самую энергию, которая могла помочь вам в достижении целей и преодолении трудностей в течение недели. В результате вы можете лишиться той доли удачи, которая вам, возможно, так была необходима для успешного старта. Понедельник – это день, когда вам нужно сосредоточить все свои силы и энергии для продуктивной работы и выполнения задач. Однако, мытек головы в этот день может привести и к энергетическому истощению. Еще раз, вода, которая смывает все, с чем соприкасается, уносит не только физическую грязь, но и часть вашей внутренней энергии. Это может привести к тому, что вы почувствуете себя усталым, апатичным и лишенным сил уже в начале недели. Вместо того, чтобы накапливать энергию и настраиваться на продуктивную работу, вы можете столкнуться с ощущением пустоты и упадком сил. Кроме того, мытек головы в понедельник может нарушить ваш энергетический баланс и привлечь негативные события в вашу жизнь. Дело в том, что в этот день необходимо особенно бережно относиться к своему телу и к своему духу, избегая любых действий, которые могут ослабить вашу защиту и оставить вас уязвимыми перед неблагоприятными обстоятельствами. Понедельник, как день начала новых начинаний, требует от нас сосредоточенности, внимания к деталям и максимальной аккуратности в действиях. Мытье головы в этот день рассматривается как лишний расход энергии, который может негативно сказаться на всей последующей неделе. Если вы следуете этим советам, то вы можете рассмотреть альтернативные методы ухода за волосами в понедельник. Например, использование сухого того же шампуня. И такая процедура поможет вам в том, чтобы ваши волосы были в чистоте и в хорошем состоянии, при этом не нарушая энергетического баланса. Друзья, следующий день, когда не стоит мыть волосы, это среда. Дело в том, что среда – это день, который занимает центральное место в недельном цикле. Этот день символизирует момент перехода от начала недели к ее завершению, когда энергия и события начинают накапливаться и формировать общую картину недели. С одной стороны, среда уже содержит в себе результаты первых дней недели, но с другой стороны, все еще не пик активности, который обычно приходится на четверг или пятницу. Именно поэтому среда рассматривается как день нейтрального баланса, когда важно не вмешиваться в естественный ход вещей и не нарушать установившийся ритм. Кроме того, среда является днем, когда следует сохранять равновесие и не предпринимать резких действий, которые могут изменить энергетический фон недели. Это касается и такой, казалось бы, простой процедуры, как мытье головы. И дело в том, что наши предки знали, что любое вмешательство в установившийся порядок в этот день может нарушить хрупкое равновесие и привести к нежелательным последствиям. Среда – это день, когда энергетический баланс недели уже установлен, но еще не достиг своего максимума. И мытье головы в этот день может быть воспринято как вмешательство в этот баланс. Волосы являются своеобразными антеннами, которые улавливают и аккумулируют энергию. Когда вы моете голову, вы символически обнуляете эти антенны, смывая с них накопленную энергию. В результате энергетический баланс недели может быть нарушен, что приведет к неожиданным неприятностям или проблемам. Это может выражаться в виде мелких неудач, потери концентрации или даже неожиданных препятствий на пути к достижению цели. Еще одной важной причиной, по которой не стоит мыть голову в среду, является риск привлечения конфликтных ситуаций. Вода, используемая для мытья головы, может смыть не только грязь, но и часть накопленной энергии, которая вам необходима для поддержания гармонии в отношениях. Когда эта энергия утрачивается, человек становится более уязвимым к внешним негативным воздействиям, что может привести к ссорам и конфликтам, особенно в семье или на работе. В среду, когда силы недели еще не достигли своего пика, любые действия, которые могут ослабить вашу энергетическую защиту, могут привести к обострению взаимоотношений и возникновению недопонимания. Поэтому, чтобы не навредить себе и сохранить энергетический баланс в среду, вы можете постараться не совершать в этот день никаких кардинальных перемен, будь то в уходе за собой, в бытовых делах или в рабочих процессах. Среда – это день, когда лучше всего продолжать начатое, не внося значительных изменений в планы. Следующий, друзья, день, когда не стоит мыть волосы, и это пятница. Дело в том, что пятница занимает особое место, связанное с почитанием святых и проведением определенных обрядов. Дело в том, что в православной и католической традициях пятница считается днем строгого поста, молитв и размышлений о духовном. В этот день верующие воздерживаются от излишеств, уделяя больше времени молитве и покаянию. Именно поэтому пятница воспринимается как священный день, когда особенно важно соблюдать духовное равновесие и избегать действий, которые могут нарушить эту гармонию. Пятница имеет и глубокое религиозное значение, связанное с событиями пятницы, страстной пятницы, дня, когда Иисус Христос был распят. Это день, когда христиане вспоминают страдания Христа и проявляют особую духовную строгость. Пятница также считается днем, когда следует проявлять уважение к святым и божьему промыслу, избегая любых действий, которые могут быть восприняты как неуважение к святости этого дня. Поэтому мытье головы в пятницу воспринимается как нечто большее, чем просто гиеническая процедура. Это действие, которое в определенной степени символизирует очищение и обновление. Однако, учитывая святость пятницы, любое очищение может рассматриваться как попытка смыть нечто большее, чем грязь. Это может быть духовная энергия, благословение или даже материальное благополучие. Пятница – это день, когда энергетическая связь с высшими силами считается особенно сильной. В этот день многие стремятся очиститься духовно, обращаясь к молитвам и религиозным обрядам. Однако, физическое очищение, такое как мытье головы, может восприниматься как действие, которое и ослабляет эту связь. Вода, омывающая голову, может символически смыть ту благодать и защиту, которую вы получаете в этот день через молитвы и практики. В результате человек может стать более уязвимым к негативным влияниям, потеряв часть своей духовной защиты и энергетического потенциала, который обычно усиливается в пятницу. Кроме того, когда вы моете голову в пятницу, вы тем самым смываете и материальное благополучие. Вода смывает не только грязь, она может унести с собой ваши финансовые успехи и стабильность. Поэтому помните о том, что в пятницу все действия должны быть направлены на духовное очищение и укрепление, а не на физические или материальные процессы. Таким образом, утек головы в пятницу может привести к утрате финансовой удачи и возникновению трудностей в денежных вопросах. Кроме того, это нарушает правила. Те, кто нарушает это правило, рискуют столкнуться с неожиданными расходами или даже потерей дохода. Кроме того, очень важно в этот день, в пятницу, избегать крупных денежных трат и вложений. Наоборот, в пятницу постарайтесь сосредоточиться на планировании и укреплении финансовой дисциплины. В какие дни еще не стоит мыть голову? Вы знаете, лунные сутки также есть, когда не стоит мыть голову. Вы знаете, что луна оказывает сильное влияние на наше тело, эмоции, энергетику. И выбор дня для мытья головы может существенно повлиять на наше благополучие. Мытье головы в дни, когда луна убывает, считается особенно опасным, так как это может привести к утрате жизненной энергии и даже к финансовым потерям. Дни, когда луна находится в фазе убывания, символизируют уменьшение, снижение и завершение, что может негативно сказаться на вашем материальном и энергетическом состоянии. Наиболее неблагоприятными лунными сутками для мытья головы считаются, первое, друзья, это девятые лунные сутки. Именно девятый день лунного цикла связан с усилением негативных энергий. В этот день темные силы активизируются, и человек становится более уязвимым к их влиянию. А мытье головы в девятые лунные сутки может привести к ослаблению энергетической защиты, что делает вас более восприимчивыми к негативному влиянию извне. Это может проявиться в виде ухудшения здоровья, снижения работоспособности и даже финансовых потерь. Далее, пятнадцатые лунные сутки. Пятнадцатый лунный день – это день полнолуния, когда луна достигает пика своей силы. Однако, несмотря на кажущуюся мощь, этот день также считается опасным из-за возможного переизбытка энергии, которая может вылиться в эмоциональную нестабильность и физическое переутомление. Мытье головы в этот день может нарушить энергетический баланс, что приведет к потере внутренней гармонии, как следствие к финансовым затруднениям. Лишняя энергия может вылиться в необдуманные поступки, которые негативно скажутся на вашем материальном положении. Далее, двадцать третий лунные сутки. Именно двадцать третий лунный день символизирует очищение и освобождение от ненужного. Однако, это также день, когда может активизироваться скрытая негативная энергия, что делает человека уязвимым к воздействиям извне. Мытье головы в этот день может привести к тому, что вы смоете не только негатив, но и позитивную энергию, необходимую для поддержания стабильности и благополучия. Это может проявиться в виде неожиданных финансовых потерь или осложнений в работе. Двадцать девятые лунные сутки. Знайте, это один из самых тяжелых и неблагоприятных дней в лунном календаре. Этот день связан с завершением, снижением энергии и подготовкой к новому лунному циклу. И мытье головы в такие лунные сутки может смыть последние остатки энергии, оставив вас уязвимым и истощенным перед началом нового лунного месяца. Это может привести к снижению финансовой удачи и к тому, что новые начинания вы будете сталкиваться постоянно с препятствиями и трудностями. Кроме того, обращаясь к народным приметам, есть дни в церковных, религиозных праздниках, когда также не стоит мыть голову. И вы должны знать о том, что в религиозные большие праздники также не стоит мыть голову. Дело в том, что великие церковные праздники – это время, когда человек должен сосредоточиться на духовных аспектах своей жизни. Мытье головы как акт физического очищения может отвлечь от этой задачи и символически смыть благодать и удачу, которые могут быть дарованы в этот день через молитвы и участие в церковных обрядах. Дело в том, что физическое очищение в такой день может нарушить энергетический баланс и привести к утрате благословения. Кроме того, мытье головы в дни великих церковных праздников может привести к бедности и финансовым проблемам. Такие дни считаются важными для того, чтобы сохранять внутренний покой и не отвлекаться на заботы и внешности. Великая Пятница, например, один из самых важных дней в христианском календаре является временем строгого поста и размышлений о жертве Иисуса Христа. Нарушение этого дня, в том числе и мытьем головы, может по народным приметам смыть удачу и привести к материальным трудностям. Далее не стоит мыть голову в дни памяти усопших. В эти дни принято вспоминать умерших родственников, друзей, и особое внимание уделяется поминовению, молитвам за упокой душ и посещению кладбищ. В эти дни следует воздерживаться от любых действий, которые связаны с очищением и омовением, чтобы не смыть в себя удачу и благополучие. Кроме того, когда вы моете голову в дни памяти усопших, таким образом вы нарушаете энергетическое равновесие, связанное с поминовением умерших. Эти дни следует посвящать размышлениям о жизни и смерти, молитвам и уважению к памяти тех, кто покинул этот мир. Омовение, особенно головы, может быть воспринято как попытка смыть связь с предками и унести с собой ту благодать, которую они могли вам даровать в виде защиты и удачи. Также не стоит мыть голову накануне важных событий. Например, начало нового какого-то проекта, переезд. Лучше воздержаться от мытья головы, потому что такие действия могут смыть удачу и привести к неудачам в задуманном. Дело в том, что когда у вас в жизни происходят какие-то важные события, то вы, моя голову, вы тем самым убираете энергетический баланс, а это может привести в виде упадка сил, потери уверенности или даже возникновение неожиданных препятствий на пути к достижению цели. Также не стоит оставлять никогда волосы на расческе и не стоит их выбрасывать куда попало. Волосы сразу нужно убирать и выбрасывать в место, где они никогда не будут доступны посторонним, чтобы никто не смог использовать их в целях наведения опорчей или сглаза. Также обращаем ваше внимание, что волосы не стоит разбрасывать на улице. Казалось бы, возможно, вы находитесь где-то в лесу или в парке, но у нас есть животные, у нас есть птички, которые что делают? Они любят вить гнезда. И волосы им тоже могут быть в помощь. А потом возникает вопрос, а почему у вас болит голова, почему что-то в жизни не получается. Вот, друзья, такой важной ценной информации мы сегодня с вами хотели поделиться. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех благ. Услышимся в следующем видео.